На этом не получилось, но все же думаю, что по достоинству нужно пришли первое место вот этому животному. Итак, дорогие друзья, первое место будет 13, и второе место. Не знаю, всем не видно вам, да, и, конечно, первое животное, которое мне здесь понравилось, внешне в целом, это животное в одно номинации. Вот, однако, я не могу его допустить на первое и второе место, так как есть серьезный недостаток у животного в экстериере. Не знаю, надо мне все описывать вам, не хочу несколько... Ну, это такая дополнительная соски. Вот и все. Все просто, и для молочных коров это серьезный недостаток. Хотя внешне очень развитое, красивое животное, с хорошим выменем. Ну, вот так получилось. Другие животные тоже очень достойные, видите, да, молочная железа представлена во всей красе, но вот у других понятно, что больше, так сказать, шансов на победу в силу крепости и ее приемлении к телу. Достаточно емкое вымя, достаточно хорошие, типичные животные, однако уже пошли небольшие недостатки в экстериере. Я по поводу спины, например, креста и так далее. Ну, думаю, на мой взгляд, внешне лидеры очень достойные. Сейчас, конечно, можно чуть ее провести вперед. Один шаг. Один шаг, чтобы она стала более симметричной. Крестец, хорошая молочная железа. Не все, конечно, идеально у каждого. И существуют разные моменты. Но, однако, представлены очень даже типичные, достойные представители породы. Поздравляю, еще круг просьбок, круг почета и следующая группа. Спасибо, спасибо большое за подробные комментарии. Мы вновь поздравляем номер 13. Третья группа Третья Розелла. Советского предприятия Андреевская. Ну и, конечно, дорогие друзья, давайте еще раз аплодисментами ПВС всех участниц этой группы. Спасибо вам огромное. ПОДПИСМЕНТЫ